всем приветик большой у нас такая погода хорошая погода замечательная вышла прогуляться александр иванович как всегда на своей любимой даче свои мужские там дела делает водонагреватель снимает ковер убирает мебель двигает виноград обрезает там будет укладывать но мы с доченька решили выйти прогуляться погода ваще чудо пока настроение есть пойдем посмотрим что продают где где говядинки мне надо купить щи поставить быстро веду наверно что-то вдохнулась хочу вам показать джентльменский набор пенсионера хлеб творог сметана молоко и два уголочка говядины за молочку я отдала почти 600 рублей и 550 я отдала за говяжьи два уголка с говядинки буду варить щи надоела это курятина уже поэтому сейчас я по мою поставлю на втором бульоне буду варить говяжьи уголочки приготовлю мужу щи а может борщ в общем как настроение будет или борщ или щи все у меня для этого есть осень ровно год назад 7 октября я попала в больницу с ковидом заболела я 29 сентября и вот до 7 октября пытались мы сами побороть болезнь но она только усугублялось мне под моим видео как мы болели к видам столько комментариев вот я я вот не понимаю людей которые пишут вот свою желчь хотят вылить вы как не поймете я уже все таки взрослый человек и знаю как болеют люди если например ты болеешь дай день два три четыре у тебя температура и потом уже идет как бы на спад вирусная инфекция но 45 напустим а когда уже идет только вверх температура лечимся лечимся она только вверх и уже доходит до 39 с лишним начинается рвота это извините меня это уже какой-то знак интоксикации что нужно прибегать уже внутривенным вливанием и спасать себе жизнь столько у меня там комментариев под этим видео как могут болели я терпела с 29 числа и в больницу я попала только 7 октября потому что уже у меня уже начались панические атаки такие что все мне сердце выпрыгивало у меня пульс был 140 температура 38 5 вообще не снижал сначала было 37 7 она только росла саша попал 5 октября в больницу у него вообще интоксикации росла его прям рвать уже начала ничего не помогало нам также я ему колола гормон дексаметазон дексаметазон пока мы не попали в больницу не стали нам внутривенно капать гормон нам легче не стало обоим у меня было маленькое поражение 10 процентов а у саши он лечился и у него только росло поражение поэтому знаете как здесь а в это время моя сваха потеряла маму она вместе с нами лежала в ковидном госпитале также и и лечили и в один момент она встала и у нее оторвался тромб она умерла вот 15 октября нас выписывали из больницы в этот момент умерла вот баба валя мама мама люды свахи моей 15 октября ей будет уже годовщина вот такие дела и когда вот там не пишут и вот умные высказывания свои там что да вы вот торопитесь да вы залечились да то столько препаратов вы знаете жизнь то одна а вы знаете какая истерия была с этим к видом и если бы она так и было там 3-4 дня по температуре ли ладно я могла перетерпеть остаточные явления когда интоксикации только нарастал то извините меня тут каждый спасается как может вот поэтому сейчас вот я смотрю вот на эту осень и прям вот вспоминаю как я лежала в больнице под системами мне хорошо мне и так-то осень не люблю хотя именинница буду вот 11 октября у меня будет день рождения да не люблю я осень и вот на меня навевает вот и саша смигать поехали на дачу вроде солнышко дождя нету не могу я уже туда ехать вот это вот увядание смотреть и мне там делать нечего только мерзнуть не хочу не хочу вот поеду попозже немножко когда температура воздуха уже будет у нас прям не 18 градусов как нам обещают 10 11 чеснок сажать поэтому я сейчас в теплую погоду чеснок сажать не хочу потому что я один раз уже посадила а потом тепло было и у меня весь пророс а потом вымерз нет вот дождусь градусов 8 будет 5 вот поеду там на сколько-то часов сошла в баньку сходим вот один раз поеду а сейчас я вот он у него там дела мимо там нормально он его тянет туда а меня не тянет у меня есть домашние дела которые сейчас буду делать сейчас достану кастрюльку по мою мясо и будем готовить на обед жарю мой был вчера купила но смотрю самочек мало в основном самцы безыкры то бишь но крупная 300 рублей килограмм у нас стоит мое открылся у нас новый магазин по улице советской 78 у них магазин находится центральный на улице пионерской на сороковом квартале и вот хороший у них рыбка и они открыли вот новый магазинчик по улице вчера состоялась премия где мои мальчики мои любимые мальчики сильноград забрали такие молодцы уже год как я вот с вами грейте душу мне ни одна другая корейская группа так не запала мне в сердце как вот бить с всем доброе утро на поехали на рынок деда я тебя этой рукой хочу поздравить поздравляю тебя сегодня 15 октября но в этот день нас выписали из больницы живыми ровно год прошел с того времени когда мы заболели попали в больницу а сегодня память валентине маме нашей свахи мы-то вышли из больницы она не вышла нас как раз выписывали она умерла в этот момент тромб оторвался все мы-то лечились как как умели меня там вот извините закакали в этом видео что вот вы там столько препаратов купили там вот пичкали себя надо было просто клюквенный морс пить мой ну ребята ну пили мы всякие смешно вот таком они решили я я вот еще раз говорю вы услышите это такое заболевание этот вирус любая вылечить клюквы не вылечишь если кто-то вылечился клюквой то это был не ковид это было какой-то наверное рви мы всем лечились всем лечились остановился к хуже и хуже пока дексаметазон не стали вену капать услышите меня мы не глупые люди мы сами знаем у нас и клюквы мордили жир пили барсути чё только все что мы это потом уже после больницы мы это все пили а все равно до больницы мы саша антибиотики давала и колола кашлял сильно очень 3 вида антибиотиков а вот сваха лежала в больнице вот мы когда в больнице лежали нам что делали только дексаметазон кололи и гепарин в живот все все лечение было от ковида я говорю если бы я ему не давала антибиотики не знаю вылез бон или нет вообще а по тем временам первая волна шла у нас сваха заболела ей три вида антибиотиков сразу делали в больнице три вида она выкаркалась а потом почему-то решили они что ковид не лечится антибиотиками и люди стали умирать вот не стали колоть вот я говорю баб вали наши если бы кололи вот антибиотики возможно может и результат другой был а у нее шло поражение только сильнее 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 но не знаю я не медик это просто так это мы знаете как наблюдение нашей страны вот сейчас едем на рынок хочу купить колобочек сливочного масла деревенского топленое масло сделал давно может что-то тут запросили вот к 11 мне на стрижку обросла как шишига в 12 мы пойдем поминать бабу а вечером в 17 часов ко мне придут гости посидим просто поужинаем день рождения мое прошло просто соберемся близкими людьми посидим кости саша тебе пить сегодня обеда хочешь вот они говорит хочу горит надо хочешь да и это надо сливки 270 большая баночка класс пластиковая и колобочек масла 300 рублей 200 рублей килограмм за две большие рыбки и отдала 500 540 что ли 580 тебя уже все туда да 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 на стрижку поехали не надо скорее пожарю кусочками я даже сейчас капюшон надела что-то прям замерзла ухи 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 ага и нос дождик у нас шпарил эти дни и сегодня уже шпали ну как ты в очках то дед ходил сейчас лучше совсем слепой стал тетерев тетерев ага вижу что-то серое идет я так интересно переживает это вот знакомые какие-нибудь скажут что я не здороваюсь а я вижу что просто серое что так я различаю надо в больницу идти наверно проверять глазки уже не знаю в отрадном это возможно нормального специалистов до на свой специалист здоровье софина по моему начальству и и и и и и